Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Марти Кагана «Вдохновленный. Все, что нужно знать продакт-менеджеру. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и притиснуть колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Все начинается с продакт-менеджера. Того, кто берет на себя управление продуктовой командой и отвечает за проект. Он трудится полный рабочий день с максимальной нагрузкой. Его задача – целостность и работоспособность продукта. А также максимально быстрое и слаженное движение всех разработчиков к цели. Три этапа развития компании. Марти Каган уверен, что высокотехнологичная компания проходит три стадии. Стартап, рост и корпорация. При этом каждый этап сопровождается сложностями. Сначала компания испытывает финансовые трудности, потом организационные. Когда она становится корпорацией, у нее замедляется процесс выпуска новых продуктов. Ваша задача – превратить стартап в корпорацию. Факт номер три. Наиболее частые причины неудач одинаковы. Но то, с чем сталкивается каждый продакт-менеджер – это невовлеченность команды. Дизайнеры только скрашивают готовый результат. Инженеры поздно подключаются к проекту и не предлагают идеи. Продукт поздно проверяют на потребителя. Итогом всего этого становятся упущенные возможности. Если при этом менеджер просто собирает и документирует требования, а не управляет продуктом, быть беде. У успеха нет единого рецепта. Не существуют универсальные формулы создания успешного продукта. Инструментами нужно пользоваться с умом. Лучшие продуктовые команды сначала учитывают риски, потом совместно разрабатывают функционал и в итоге решают проблемы. Факт номер пять. Ответьте на вопрос, что такое продукт. Продукт – это комплексное и всеобъемлющее понятие. Оно включает функциональность, технологии, дизайн, монетизацию, привлечение пользователей, определение ценности. Задача не сводится только к внедрению опций. Как успешные команды запускают продукт? Марти говорит, что лучше отказаться от каскадной модели. Эффективные современные продуктовые команды придумывают продукт и выводят его на рынок. Параллельно действует другая кросс-функциональная команда. Она занимается исследованием проблемы емкостями потенциальных ниш, в которые уже завтра придут разработчики. Исследование. С его помощью сокращаем риски, отделяем хорошие идеи от плохих. Когда исследуем продукт, определяем, будут ли им пользоваться, поймут ли пользователи, как это сделать, смогут ли инженеры реализовать проект и поддержат ли его заинтересованные стороны. Восьмой факт. Успех зависит от правильных людей. Провал объясняется тем, что компании застревают в старых моделях. На самом деле важно правильно создавать кросс-функциональную команду и разделить роли ее участников. Все зависит от продуктовой команды. Поэтому успешные компании делают так, чтобы ее работа была эффективной. Участники чувствуют себя владельцами продукта, искренне в него верят и хотят решить проблемы пользователей. В типичной продуктовой команде есть продакт-менеджер, дизайнер и несколько инженеров. Специалисты решают сложные проблемы бизнеса и отвечают за результат. Десятый факт. Сотрудничество. Члены продуктовой команды – это небезмолвные подчиненные продакт-менеджера, которым он приказывает копать от забора и до обеда. Участники вносят посильный вклад в общее дело и эффективно решают реальную проблему. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Вдохновленная. Все, что нужно знать продакт-менеджеру». Подписывайтесь на канал, притесняйте колокольчик, слушайте маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».